Бог мир, что отдал Сына Своего ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот стих из Евангелия от Иоанна 3 глава 16 считается центральным стихом всей Библии. Святитель Иоанн Златоустый говорит так. Слова эти означают следующее. «Не удивляйся, что я должен быть вознесен ради спасения вашего, так угодно и Отцу, и Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал Своего Сына, чего никто не сделал бы и за друга». Это и Павел выражает в словах. «Едва ли кто умрет за праведника» – Кривлина 5 глава. Но апостол говорит об этом пространнее, потому что беседовал с верующими. А Христос – кратко, так как слово Его было к Никодиму, но слово Его выразительное. Каждое из речений Его имеет в себе много выразительности. В слове «так возлюбил Бог мир» он указывает великую силу любви, так как великое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальное величество, беспредельное, он возлюбил сущих от земли и праха, полным бесчисленным множеством грехов, оскорбляющих Его во всякое время неблагодарных. Выразительные и присовокупленные вслед за тем слова, что отдал Сына Своего Ненародного. Не раба, говорит, дал, ни ангела, ни архангела, а о Сыне никто не показал бы такой заботливости, какой Бог, о рабах неблагодарных. Итак, свое страдание он изображает не вполне ясно, а прикровенно, но благотворное следствие страдания выражает ясно и открыто говоря так, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так как он сказал, что ему надлежит быть вознесенным, и тем назнаменовал свою смерть, что чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предполагать о нем что-либо человеческого, и не почел его смерти прекращением существования. Вот смотри, как он направляет это, он говорит, что тот, которого дает отец, есть Сын Божий, виновник жизни, притом жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться во власти смерти. Если не погибает верующая в распятого, то тем более не может погибнуть и сам распятый. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь для себя самого. Видишь ли, что везде нужна вера? Аминь.